Я полностью реабилитирован, имею раны и справки. Две бури в меня попали на дальней глухой колыме. Одна разморжила локоть, другая попала в голову. И прочертила по черепу огненную черту. Та пуля была спасительной. Я потерял сознание. Солдаты решили мёртвой. И за ноги поволокли. Придрога мои погибли. Их положили в вахты, чтоб зэки шли. И смотрели. Нельзя бежать с коломы. А я и очнулся в зоне. А в зоне давить невозможно. Меня всего лишь избили. Носками кирзовых сапог. Сломали рёбра и зубы. Били и в пах, и в печень. Но я всё равно был счастлив. Я остался живым. Три друга мои погибли. Больной и сходалый священник. Хоть гнали его от вахты. Читал над ними псалдерь. Он говорил, их души скоро предстанут пред Богом. И будут они на небе, как мученики в район. А я оказался в буре. Рука моя нарывала. И голову мне покрыла. Засохшая коркой кровь. Московский врач-отравитель Моисей Борисович Гольдберг Спас меня от гангрены, Когда шансы равнялись нулю. Он вынул из локтя пулю. Большую, утяжелённую. Длинную, пулемётную. Четырнадцать грамм свинца. Инструментом ему служили Обычные пассатижи. Чья-то острая финка. Наркозом был просто спирт. Я часто друзей вспоминаю. Ивана, Игоря, Федю. В глухой подмосковной церкви Я ставлю за них свечу. Но говорить об этом Невыносимо больно. В ответ на расспросы близких Я долгие годы молчу. Я долгие годы молчу.